Мы сегодня находимся в Экотехнопарке, в Мариной Горке, за моей спиной. Несколько фрагментов транспортных комплексов. То, что темная серая – это ВЭКС номер 4, немножко дальше – это ВЭКС номер 1. За этим транспортным комплексом располагается еще недостроенная, еще строящаяся ВЭКС номер 5. Мы постоянно оцениваем возможность применения той или иной трассы. Допустим, это город. Берем город, смотрим. Если расстояние нам позволяет делать большие шаги и не мешает, скажем так, инфраструктура самого города, мы применяем гибкую или полугибкую, а также высота еще очень важна в этом деле. Если же у нас получается, что очень много инфраструктуры, то есть мосты, дороги, и нам приходится между ними лавировать, условно назовем это так, то, конечно, здесь уже предпочтение получает жесткая наша структура, которая обладает теми свойствами, что она может поворачиваться в любом месте. Потому что если мы берем наши стандартные структуры, это полугибкая, гибкая, то здесь есть один, скажем так, момент, который мы должны все учитывать. Это то, что она должна быть идеально ровная от опоры анкерной до анкерной опоры. А только потом уже между анкерной опорой мы можем поворачивать. То жесткая структура позволяет нам уйти, опять же, непреднапряженная, уйти от этого и немного поворачивать, лавировать между путевыми, скажем так, существующими какими-то структурами. Или инфраструктурой города самим, то есть здания и все остальное. Если же мы берем уже за город, то здесь предпочтительно применение легких наших структур. Это гибкая и полугибкая. Они обладают большим шагом промежуточных опор, соответственно, мы экономим как на занимаемой земле, и также у них снижена металлоемкость. Всю нагрузку на себя принимает анкерная опора, но ее, скажем так, объем и занимаемая площадь настолько будут незначительные, что мы можем даже, в принципе, на это не обращать внимания. Один из аспектов безопасности транспортного комплекса – это защита и от террористических угроз. Ведь разрушение путевой структуры и разрушение анкерных опор, промежуточных опор, возможно только благодаря подобным воздействиям. Путевая структура и промежуточные анкерные опоры рассчитываются на определенные нагрузки, и в процессе штатной эксплуатации их разрушение предполагается невозможно. Более того, необходим и будет проводиться регулярный технический осмотр путевой структуры и опор. На экотехнопарке мы проводим испытания транспортных комплексов. Это путевые структуры и, соответственно, транспорт на них. Это нужно нам для того, чтобы определить методики проектирования, отрабатывать какие-либо решения в конструировании и определять необходимость тех или иных устройств в подвижном составе. Наши путевые структуры SkyWay являются универсальными. Они применяются могут в разных климатических условиях, соответственно, в разных странах. Минус 40, минус 50, до плюс 60, плюс 70 градусов. Путевые структуры универсальны и используются там, где нужно, допустим, пройти над чем-то. Это реки, это горы, это будет даже город, в принципе, тот же самый. Мы можем проходить на втором уровне, можем проходить над вторыми уровнями, то есть над другими дорогами. Тогда мы поднимаемся выше, ну и, соответственно, проходим все препятствия, которые намешают. Если транспорт у нас легкий, то можно отдать приоритет провисающим трассам. Если же транспорт перевозит тяжелые грузы, это Unicorn с нагрузкой 50 тонн, то, соответственно, это может быть и ферменная путевая структура. Ферменная путевая структура необходима в тех местах, где у нас имеются повороты, развороты и так далее. На ВЭКС номер 5, по итогу перебора нами более легких конструктивных решений в плане технико-экономических показателей, материала емкости путевой структуры, было принято решение применить путевую структуру нового типа. Это полужесткая, на которой будут перемещаться транспортные средства только навесного типа. Путевые структуры непосредственно от анкерной опоры до анкерной опоры, они являются все напряженными путевыми структурами. За анкерными опорами это разворотные кольца, уводы, стрелочные переводы, они являются ненапряженными путевыми структурами. Напряжение путевых структур осуществляется при помощи гидравлического оборудования, в частности гидродомкратов, путем растяжения стали либо каких-либо других материалов в непосредственно путевой структуре. Анкерная опора представляет из себя плиту перекрытия, на которой непосредственно крепится узел анкерения. Дальше с плиты перекрытия усилие переходит на несущие колонны либо стены. Нагрузка со стен переносится на фундамент, поэтому массивные фундаменты это залог успеха. Если провести аналогию, получается, что наши струнные транспортные системы, наши в принципе струны, они как бы чем-то перекликаются с линии электропередач, и в то же время могут нести на себе транспорт. То есть все путевые структуры прорабатывались под электропитание от колес транспортных средств. Это было требование генерального конструктора. Какие здесь преимущества? Преимущество в том, что чем взаимодействует машина, когда едет по транспортной какой-то структуре, по дороге, неважно, она взаимодействует колесом с поверхностью. То есть у нас как минимум два рельса, между которыми нужно соблюдать какую-то точность установки. Соответственно, третий контактный рельс, как вот в поезде или в метро, он требует тоже какой-то точности установки, что в свою очередь очень сильно удорожает конструкцию. При этом, пользуясь тем, что у нас транспортная система второго уровня, мы можем реализовать питание только от правой и от левого колеса, тем самым избавившись от контактной сети в классическом понимании ее. Что нам удешевит структуру, облегчит ее, уменьшит материалоемкость и в то же время в значительной степени облегчит обслуживание потом, то есть в долгосрочной перспективе. Субтитры создавал DimaTorzok